Привет! Что было бы, если бы у лего-человечков был более реалистичный внешний вид? Благодаря 3D-принтеру становится ясно, что ничего хорошего. Но теперь у нас есть возможность воплотить в жизнь трёхмерную модель любого мема. Теперь это не просто какая-то плоская картинка, а полноценная фигура. Изначально это должен был быть полноценный бюст Таноса, но в процессе что-то пошло не по плану, и его было решено превратить в подставку под ручки. Фактория всегда готова оценить персонажей из Марвела. В последние годы головы с острова Пасхи стали ненормально популярными в интернете, так что многие бы точно не отказались от такой подставки для очков. Вы можете даже создать полноценную лампочку при помощи 3D-принтера. И аналоги в обычных магазинах подобному устройству найти будет сложно. Можно напечатать также и много вспомогательных и креативных устройств в вашу мастерскую, которые только будут подчёркивать творческую натуру. Присылайте по ссылкам в описании под видео свои фото с необычными вещами. Дафтпанк – это легендарный музыкальный дуэт, у которого есть свой фирменный образ. Сложно поверить, что это чудо было создано обычным любителем при помощи 3D-принтера, но так оно и есть. Протез из титана, который выглядит так, словно его, придумали для очередного научно-фантастического фильма. И он ловко превращает недостаток в достоинство. Кроме действительно полезных вещей, часто создают и просто забавные штуковины. По типу розовой лейки для душа в виде черепа динозавра. Раньше приходилось накладывать неудобный гипс на переломанные конечности. Но сейчас подобные технологии и выглядят красиво, и гораздо комфортнее в плане использования. Меня оставили на выходные последить за племянницами. Я заранее напечатал скелет динозавра размером почти полтора метра, а затем закопал его на заднем дворе, чтобы мы могли поиграть с ними в археологов. Если вам кажется, что все возможные вариации для крутого костюма на Хэллоуин уже были придуманы, то спешу вас обрадовать. Теперь маскарады вышли на новый уровень. Парень напечатал на 3D-принтере собственное лицо, а дополнил образ гримом. Динозаврик из гугл-хрома стал тоже своего рода легендой в сфере мини-игр. Кто-то решил отдать ему должное, создав для своего системного блока эту подставку. Вы тоже, как и Фактория, считаете, что корги – безумно забавные собаки. Они становятся еще смешнее, когда для них придумывают подобные намордники. Собакин явно в шоке! Быть владельцем 3D-принтера означает, что ты можешь устранить любую проблему в доме. Нужна лишь фантазия! Кактус начал заваливаться на бок, поэтому для него подготовили специальный костыль. Можно создавать и собственные вариации различных настольных игр. Любители шахмат точно бы хотели владеть уникальным набором, которого больше ни у кого не будет. Я боюсь представить, сколько времени заняла разработка и создание данного проекта. Да, весь костюм целиком был напечатан одним человеком. Моя кошка, как и многие другие, обожает отдыхать в коробках и делает это очень часто. Потому что я вечно что-то заказываю. Наконец, сделала ее уменьшенную копию, а затем раскрасила вручную. Наконец, вышел долгожданный спин-офф по «Игре престолов», который называется «Дом драконов». Фактория и к такому событию нашла подходящую безделушку по теме. Полноценная настольная огнедышащая лампа. Здесь у нас вновь отсылка к марвеловским супергероям. Это кейсы для хранения SD-карт. Видеооператоры и фотографы останутся в восторге. Когда сам Дарт Вейдер преклоняет пред тобой колено и протягивает ручку, то ты понимаешь, что в принципе ты уже добился в этой жизни максимума. Использовала данные МРТ головного мозга моего сына, чтобы создать эту фигуру. Уникальное украшение. Теперь хочется и всех остальных членов семьи привлечь. Автолюбители всегда обращают внимание на необычные диски. И такой вариант их бы точно удивил. Даже до осознания того, что их напечатали на 3D-принтере. Жена часто просит меня помогать ей на кухне. Наконец придумал решение и сделал ей личного помощника. Почему-то от этого она не была в сильном восторге. Не то чтобы маска чумного доктора – это самая полезная вещь в выпуске, но желающих её иметь, просто чтобы была, точно не так уж и мало. Полноценную блютуз-колонку это устройство вам никак не заменит. Но динамик смартфона всё равно станет играть значительно громче обычного режима. Если вы тоже не готовы избавиться от тюбика зубной пасты до того, пока не выдавите из него абсолютно всё содержимое, то эту штуковину вы бы напечатали в первую очередь. Превратить свой смартфон в экран телевизора? Да запросто! Причём в экран винтажного телевизора. Кстати, его спроектировала самая обычная 14-летняя девочка. Забавный держатель для ключей – ещё один предмет, который не то чтобы сильно нужен, но при этом почему бы и не поставить у себя в прихожей. Каждый раз, когда я хочу печатать какой-нибудь новый фрагмент на 3D-принтере, сначала я создаю небольшого мопса в качестве теста. У меня уже собралась внушительная коллекция из них. Эту технологию начинают использовать даже в городских масштабах. В одном из городков Нидерландов печатают лавочки из переработанного пластика. Многие музыканты хотели бы иметь какой-нибудь индивидуальный инструмент, который выделит их на фоне всех остальных. И теперь это сделать гораздо проще. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. И такие полезные аксессуары, по типу чехлов для телефонов, которыми пользуются практически все, теперь тоже создавать куда проще. Причём ты сам разрабатываешь дизайн от и до. Как бы странно это не казалось, но отдельные элементы вашего гардероба тоже можно напечатать, а не сшить. Так и был создан этот галстук. Частенько мы сталкиваемся с ситуациями, что нужная розетка оказывается не очень удобна для зарядки гаджета. А всего лишь нужно было сделать подобную полочку, и проблема решена. Кто-то действительно считает, что единорогов не существует? Ну и что вы тогда скажете на это сказочное животное? Решил я, значит, использовать свой 3D-принтер, чтобы нарушить законы физики. И, по-моему, у меня это прекрасно получилось сделать. Если совместить 3D-принтер с прокачанной фантазией, то на выходе будут получаться невероятные украшения, аналогов которым, ня, не существует. Ну и банальные вещи по типу самых обычных инструментов, которые должны быть в каждом доме, тоже можно наштамповать целую кучу. Фанаты ретро-игр, возможно, даже прослезятся, когда зайдут в туалет, где находится такой пиксельный держатель для туалетной бумаги. Малыш-груд, скорее всего, никогда не перестанет нас умилять одним только своим видом. Так что это еще одна обязательная вещь в списке того, что должен напечатать каждый владелец 3D-принтера. Но, конечно, многие создают не просто какие-нибудь интересные безделушки, но и вполне полезные и рабочие устройства, такие как газонокосилка, которая легко посоперничает с магазинной. Если вы в течение всего лета постоянно передвигаетесь на велосипеде, то я знаю, чего вам, скорее всего, не хватает. Удобного подстаканника на руле. А если у вас дома немало растений, то это уже предназначено для вас. Автоматическая поливалка, которая легко надевается на любую бутылку. С первого взгляда даже и не скажешь, что этот ремень был сделан не на какой-то специальной фабрике, а в домашних условиях. Но именно так оно и было. Если вы ярый поклонник фильмов ужасов и хоррор-игр, то, скорее всего, эта идея с украшением комнаты вам может понравиться. Главное, не забыть ночью, что ты сам их сюда и повесил. В дополнение к подстаканнику идет такой яркий велосипедный шлем с весьма впечатляющим дизайном. Теперь вы будете гораздо заметнее на дороге. Эти туфли только подтверждают, что создать при помощи 3D-принтера можно вообще что угодно. Было бы только желание и достаточно навыков в проектировании. Кольцо-подстаканник очень сложно назвать полезным и жизненно необходимым абсолютно каждому. Но в качестве развлечения почему бы, собственно, и нет? Многие люди обожают принимать душ с музыкальным сопровождением. И такой держатель смартфона как раз именно для этого и создан. Удобно и безопасно. Пример еще одного невероятно полезного использования печати. У кокоду сломался клюв и, скорее всего, он бы не смог выжить с такой травмой. Но ему сделали новый. И даже разницы почти не видно. Похожая ситуация была и с этой черепахой. Ей просто напечатали новый панцирь, а потом покрасили в подходящие тона. Многие обладатели загородных участков любят украшать свою территорию самыми различными способами. Перед вами всего лишь очередная, простая, но интересная идея для этого. Кому-то украшение личного участка, а кому-то украшение туалета. Согласитесь, что эта идея выглядит очень необычно, хоть и ничего сложного в ней нет. В этом случае удалось сделать настоящий шедевр. Это полностью функционирующая скрипка, от которой вряд ли бы смог отказаться хотя бы один скрипач. Специальные чехлы, которые превращают любую невзрачную бутылку в полноценную вазу. И в неё уже не так стыдно будет ставить цветы. Я пока сам не до конца понял, как именно по этим часам считывать точное время. Скорее всего, точностью здесь пожертвовали в пользу эффектного внешнего вида. Ещё одна ваза для комнатных растений, которую язык не повернётся назвать обычной. А представьте, как композиция будет смотреться, когда зелени станет больше. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!